Доброе утро! Итак, доброе утро! Сейчас мы начинаем Доброе утро! Доброе утро! Пробовать наш испечённый вчерашний торт Это тесто, оказывается, мой металл Тесто привели Не знал, не знал Спасибо, Алексеевич Субтитры делал DimaTorzok Пока! Оставайтесь с нами! А ещё мы планируем на следующих выходных Уже устанавливать ёлку Сегодня мы с дочей решили Испечь торт Торт полезный, красивый И, значит, Вот из чего он будет состоять Торт называется мельчанка Для этого нам понадобится Мука 2 стакана 4 яйца 300 грамм сливочного масла Пол чайной ложки соды, погашенной уксусом Стакан сахара Вот И клюкву И всё, так, клюква нужна нам для крема Кремовый, белковый, клюквенный Можно делать этот торт не только с клюквой Можно делать с клюквой Варенье Черносмородиного варенья Черничного И любого другого Итак, приступим Ну что, Неля, начнём Приходи сюда Для начала мы Сливочное масло Перетрем с сахаром и желтками Разделим Луки от желтков Оооо, тут даже два желтка Тут два желтка У нас Два желтка в яйце Даааа Красота Классно Так, раз Два желтка в яйце Аккуратно Так Одно Одно Вот так Сейчас его достаем А, на готошечко Достаем А Делаем Делаем Да, надо Делаем Угу Потом Вот это Аккуратненько Если что, то там Желточек Тут тоже Два Хорошие у нас Ощие яйца Хорошие яйца Ооо, огромные Да Даже что желтка попадается Я вообще не знаю Никогда Не знаю Никогда Никогда Не погибите Да Вот как Чередуется Два Один Два Один Часа пять Все Все Мы закончили Делаем Наши яйца У нас получилось как бы целая кружка почти Это у нас белочек Его пока отставим Он нужен будет для крема Потом Вот Вот И сейчас мы сюда добавляем сливочное масло Ныненно будет перечислять Сливочное масло Сливочное масло Угу И сахар Так и сахар Добавляй сахар Угу Сейчас Добавляем целый стакан сахара Так, целый стакан И все это тщательно передираем Перемешиваем Торк будет очень вкусный Да И полезный Учитывая что У нас здесь Клюк Она богата витамином С Да Ронда Цианидин она содержит В том числе Который полезный Да В очень Возвращающей системе Да И у клюквы Это еще ягоды Такие Полезные Да И будет очень красивый Розовый тоже Да Розовый именно Клюква красный А будет розовый крем И очень красивый И вкусный Посмотрите как получается Вот так вот у нас получается Вот такая красота Продолжим дальше Продолжим дальше Продолжим дальше В ситочке Соды Погашенные Уксусом Добавим еще Ложечку сметаны Вот И Тщательно Перемешаем Потом Мы поделим На пять частей И с каждой части Мы будем Выпекать Лепешку При температуре 180-200 градусов Вот Это у нас будет Пять коржей Пять коржей Пять коржей Пять красивых коржей Торт получается Очень вкусный Это мы уже пробовали Наш любимый торт По названию Мельчанка Кто-то еще его называют Клюквенная сказка Кто-то называет Зимняя сказка Ну вот Мы решили в преддверии Нового года Забалывать себе Тортик Новогодняя ночь Потому что розовый Такой вот цвет Новогодняя ночь Тогда Если Новый год А вот уже на следующей неделе В следующем видео Мы будем делать Пряники Новогодние Будет запах Хорошие пряники Такую Делали раз Даже два Итак Вот такая смесь У нас получилась Такая Светло-желтая С хорошими яйцами Теперь мы берем Два стакана муки Да Два стакана муки И красивую насыточку Чтобы насытить Клюкву кислородом Да Обязательно Ну Наверное Она будет сеять Она возьмет Правильно Вот так вот Ситечка Будет сеять Хорошо Два стакана Сельца Угу Так Второй стакан И второй стакан Да Второй стакан И второй стакан так добавляем пол чайной ложечку держи пока не добавляем, надо погасить ее уксусом аккуратно, аккуратно, тут реакция пошла сразу зашипела и реакция пошла теперь мы будем перемешивать еще хотелось бы добавить сметану я сама добавлю столовую ложечку я сама добавлю столовую ложечку чтобы как-то коржи были более плотно склеивались потому что коржи получаются очень хрупкие очень важно их не сломать когда достанешь они же тоненькие такие, если там что-то так оно разломится так мы все это вот так тщательно вымешиваем и будем переступать будем макарки принимать лепкой лепкой лепешек и лепекари да, будем делать такие вот как их сказать как блин такой вот лепешечка лепешечка уже тесто загустело хорошо как оно уже стало сейчас мы еще вымешиваем мы сейчас вымешиваем покажем пока он уже останька еще столовую ложечку муки добавлю столовую ложечку а вы мне не напишите сейчас а можно туда вот 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 и ровно давай-ка еще на систочком ее просеем давай-ка еще на систочком ее просеем вот сюда систочкой ставь все, хватит давай-давай опусти весом все все просеяли пока не надо просеем чуть-чуть ложечку не надо ложечки так так ладно дай-ка мне немножечко растите на нос в этом монастыре чтобы руки смажены и так будут липнуть наше тесто наше, да тесто сейчас закрывай, закрывай я ставлю сейчас наше масло чтобы немножко чтобы наше чтобы чуть-чуть смирение после его пальца все если что еще подъем не будешь гладить тесто сейчас мы вымешиваем и покажем нам какое тесто получилось оно оно уже мягкое оно уже мягкое оно уже мягкое оно скачет оно скачет аккуратно покажу давай вот уже тесто мы будем сейчас шикарно делить на части уже нормально все видите оно практически уже не липнет руками потому что мы немножечко добавим столовую ложку растительного масла все оно вымешиваем ну это примерно столовую ложку получилось ага смотрите какая красота вот у нас вот вот такая красивенькая красота очень красивая вкусная все теперь мы делим 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 наши липушки нам надо на пять частей пять частей значит одну часть вторую сейчас будем делить примерно одна липушка первая пока что первая у нас у нас надо одинаковых размеров вот эти лепешечки вот такие вот они хорошие раз два три четыре три четыре вот отлично четыре пять осталось вот такие лепешечки четыре 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 вот пять вот вот получилось пять даже шесть а нет это ну хорошо получилось вроде бы конечно сейчас мы соберем все все остальное что осталось чтобы его не выбрасывать что это тесто очень вкусное получится сейчас которые еще будем снимать видео и покажем как он получился вот такие лепешечки 1 2 2 3 4 вот таким образом у нас вышло 5 лепешек далее приступаем к накладыванию лепешки на форму в нашем случае это будет силиконовая форма сейчас мы ее подготовим и так мы нашу силиконовую форму размажем масло растительным смажем чтобы наши лепешечка хорошо отстала полностью полностью из круга приступаем накладывать лепешку надо достаточно это просто так можно и не смазать самоконова форму очень удобно берем лепешечку и вот так и пальчиками и пальчиками вот так мы плотно-блотно наформируем лепешку по всей форме нашей получается лепешка корж корж мы формируем корж. Вкусненький, сладенький. В этом видео мы вам расскажем о торте мельчанка. В следующем видео мы планируем печь наши медолы-прянички новогодние. Как вам известно, у нас имеется медок. Благодаря нашему папе занимается медом, пчелкой, добывает медовые пряники и еще спечем медовый торт, который тоже очень вкусный. Мы сейчас будем запекать корж. Мы сейчас будем приступать, чтобы корж выпекать. Ну, быстро он должен спечься. Очень быстро. Посмотрим, может быть, минут 5-7. Минуты он печется, наверное, либо 4, либо 3, либо 5. Ну, если мне это сказать правильно. Будем наблюдать. Будем наблюдать. Если что, потом скажем, сколько он печется. Ну, в принципе, наверное, 5 минут. Печелочка. Так, теперь мы отправляем это все в наш духовой шкаф. Сажалось? Да. Идут пупочки. Все. Сюда ложим, отправляем в духовочку. Устанавливаем 190 градусов и ждем. Пауз. Итак, дорогие друзья, пока у нас печется корж, мы можем приступить к изготовлению крема. Для этого мы возьмем клюклу и будем ее разминать. Добавим в нее сахар. Из таким образом получится клюкла тертая с сахаром. Мы ее потом взобьем вместе с белками в нашу миксеру. Аккуратно, мама. Ну, что-то, два усмушничка. Пока я. Итак, мы вот, вот, что получаем. Оп. Так, дальше работаем. Клюква у нас в этом году собиралась свежая. Даже не замороженная, а свежая клюква. Поэтому торт будет очень максимально полезным, потому что эта клюква, она в свежем виде будет взбиваться с белками, получаться белковый крем и смазываться коржи наши. Поэтому никаких витамин с клюквой мы не потеряем. В термической обработке клюква проходить никакой не будет. Вот такое протертая получается. У кого есть блендер, может пользоваться блендером. У нас в данный момент здесь с собой блендером нету. Наши илинки при фермской пасеке нашей. Так, теперь мы сюда добавим, ну, я думаю, стакан сахара точно надо добавлять. По вкусу каждый делает. Либо добавляет варенье, мы добавим сюда сахар. Получить сладенькую клюкву, не кислую. Потом еще будем добавлять сюда сахар, в белок. Все, там убралась температура 190 градусов. И вот такая красота. Смотрите, у нас выходит. Красная, как наша кухня. Видно? Ну, да. Ну, ладно. Так, вот как-то. Все на палец можно? Появится. Ввелает мама клюкву. Так, в нашей рейтинге к клюкве мы должны добавить 300 грамм. Ну, мы сначала взобьем белки, а потом будем добавлять варенье, чтобы кислотой не сильно взбить наши белки. Ну, все. Выпекаем коржи, потом сделаем крем, смазываем. Полежит он, постоит у нас, пропитается и можно кушать. Итак, дорогие друзья, я хочу вам напомнить рецептик нашего тортика. Торт нянчанка. Нам понадобится 4 яйца, 1,5 стакана сахара, 1 стакан, в том числе идет на тесто, 300 грамм сливочного масла, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки уксуса, 300 грамм варенья и 2 стакана муки. Для крема нам идет варенье клюквенное или можно свежепротертую, как в данном случае мы делаем, клюкву сахаром. Что еще идет и сахаром. Ну, сахар уже по вкусу можно добавлять в зависимости от ваших предпочтений. Ну, все. Крем у нас получается белковый. Тесто у нас получается песочное. Паре песочной коржи. Пробуйте, дорогие друзья. Итак, прошло у нас ровно 15 минут и мы уже можем снимать наш корж. Сейчас я возьму, возьму, возьму. Достану, покажу вам все. Вот, посмотрите, какая красота. Он такой беленький. Теперь нам нужно его остудить. Мы поставим, пускай он стынет. Так, коржи остынет. Мы ждем. Итак, приступаем к самому сложному моменту. Мы достаем наш корж. Достаем сразу на тарелочку. Как-то очень надо аккуратненько. Потрясите. Да, потому что корж этот, он, он очень крупкий. И он может поломаться. Аккуратненько. Аккуратненько. Перекладываем на коржи. И у нас все прекрасно вышло. Ура! Та-дам! Приступаем дальше. Накладываем следующую репешечку. Итак, мы ее распределяем. Вот так, вот так, снова по нашей форме. Моя хозяйка-помощница, Нерри. Дачуша моя любимая. У тебя получилось даже хорошо. Ага, вообще такой отличный. Хороший вкус. Сметана. Это все помогает сметану. Этот торт мне прикла моя мама в моем детстве. И это был мой любимый тортик. Он действительно очень получается красивый, вкусный. И вкусный. Армапный. Сытный очень. Я думаю, если вы попробуете, вам он очень понравится. Очень рекомендую. И вот теперь мои детки кушают этот тортик и очень его любят. Угу. Очень красиво. Ну вот, получился у нас такой. Сейчас будем опять закипать. И снова мы его отправляем в духовку. В наш духовой штаб. И ждем ровно 15 минут. Да. Либо 15, либо бывает у нас 16. Ну, 15 у нас пока что минут. И все. Готово. И так, дорогие друзья, мы приступаем к изготовлению крема. Для этого мы добавляем наши белочки. Яичные. Яичные белочки. А потом мы добавляем щепотку соли, чтобы лучше взбивались наши белки. И начинаем. И начинаем. Взбиваем. И начинаем. Взбиваем. Взбиваем. Взбиваю щепи. Щепочи. Щепочи. И взбиваете. И взбивая. Взбивая, взбивая, взбивая. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вот у нас получилось вот такое белое масло. Начинаем добавлять сахар понемножечку. И опять снова взбиваем. Взбивать нужно долго и тщательно. Крем должен быть высоким. Его должно быть в объеме гораздо больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, он получается светло-розовый такой крем. Обратите внимание. Вот. Но, наверное, я так подумала, я добавлю еще. Чтобы он был еще более розовым. Продолжение следует... Мам, я выключаю или нет? Сейчас, чуть-чуть. Сейчас я тут беру. Что там с нашим коржем? Да. Итак, мы достаем второй корж. Вот, получился второй прекрасный корж. И ждем, пока он остынет. Мам, я тебя снимаю. Мам, я тебя снимаю. Мам, я тебя снимаю. Мам, я тебя снимаю. Посмотрите, какой у нас получился же крем. Вот такой воздушный. Вот такой вот розовый. Краситель в клюкве натуральный. Никаких искусственных красителей мы не добавляем. Вот такой красивенный розовый крем. Теперь мы приступим к доставанию второго коржа. Итак, ну, один мы оставим в сторону, другой мы его возьмем. И будем помнить. Перемачиваем. Ну, вот аккуратненько достаем. Прекрасно достаются коржи. Потому что сметаны много. Секрет этого в том, что мы добавляем сметану. Одну столовую ложечку. Так. Следующая. Я сама начинаю. Я знаю, я просто. Наш следующий корж. И остается всего лишь два коржа. Получится у нас пять. А пока у нас тут такой крем хороший, взбитый. Крестьевый. Мы не пользуемся. Потому что натурально у нас с собой. Клюк она нам дает красивый цвет. Потому что за клюкву розовый. Розовый, да, да. Крестьевый. Очень вкусный торт с кислинкой. Клюк очень... Ягода такая очень вкусная. Неприторный сладкий. Да. Но это все зависит от того, насколько сахар вы положите. Да. Много положите, будет сладкий? Немного. Мы любим средний такой. Да. Кислинка. Мы на свой вкус мешаем. И у нас бы в итоге получилось, что мы на крем положили где-то стакан сахара. Стакан. Ну и в тесто положили грамм 150. Ну чуть меньше стакана. И 100 грамм мы добавили в крем наш. И стакан мы добавили, делая наше варенье. Ну не варенье, а протерку с сахаром. Чтобы клюкву оно очень кисло было. Все, снова отправляем в духовку. Снова. 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 Сейчас мы его будем снимать. И так, дорогие друзья, третий корж. И снова у нас прекрасно снялся корж. Продолжаем. Следующий вид. Распределяем по форме четвертую бельбушку. Распределяем по форме четвертую бельбушку. Ну вот, что нам сейчас получилось. И сейчас будем отправлять в духовку еще. Так, доченька, давай. А там перерывок на бельбушку. И так отправляем очередной четвертый корж в духовочку. Погнали. Ждем. Ждем. Итак, Дамир у нас помощник. Пришел окна наш. Что мы начинаем делать? Крем на... Наносим на корж. Да. Вот такой красивый розовый крем. Черпаем, сынок. Много черпаем. Я тоже сейчас возьму. Тихонько на корж, тихонько, бережно с коржем. Чтобы он не треслый. Набираем так побольше, вот так вот. О, еще. Дай, дай, дай. Все, тихонечко размазываем, тихонечко. Сейчас я сюда его отпустили. Иди, чтобы не надо, пока я покажу тебе. Вот так вот, легонечко, крем воздушный. Ему надо легонечко-легонечко, он нельзя себе дать. Вот так вот. Он же очень воздушный наиспей получился. Что ты читаешь? Вот, Дамир. Класс. Что значит, дай, Дамир? Видите, он круглый. Друж, очень осторожно. Мы сюда никуда не наляпываем. Мы аккуратно, аккуратно намазываем кремом. Да. Давай, я покажу. Присядь, пожалуйста. У нас будет 150 подписчиков. Расскажи нам, сыночек. 50 подписчиков, это очень много. Мы работаем деньги. Да. Мы работаем деньги, ставьте лайк. Бай-бай. Какой бай-бай, да. Так, мы еще размазали. Так, второй корж будем накладывать сейчас. И потом мы вот так накладываем. Вот он такой красивый. Ухорошенечко. Да. Потом, это наверх? Да. Ты можешь накладывать? Да. Коржи. Это как одно корж. Так, бери, сыночек. Так, двоя. Они очень кропкие. Их надо очень... Я сама... Не, не... Нет, сыночек. Подожди. Тихонечко. Так, они... Они, видишь, ломаются. Нет, мы ничего не придавливаем. Мы ничего не придавливаем. Мы только опять кремушком лимонечко намазываем. Вот, смотрите, какой у нас крем. Какой воздушный. Торчик получается. Так, типа, потом он должен будет пропитаться. Наш торчик. Вот он такой. Так, тихонько. Не стучим в корж. Очень бережно с коржем обращаемся. С торжом. Спасибо. Давай еще. Остаточный. Таня, осторожно, пожалуйста. Аккуратно. Очень осторожно с кремом. Так, мы не давим. Я же тебе объяснила. Мы ничего не давим. Мы легонько-легонько... Вот, сейчас еще. Красиво крем. И как-то вот... А, у меня другой уже. Очень вкусный крем получился. Так, на третий корж. Тихонечко, очень аккуратно. Ничего не притрогиваемся до коржа. Тут уже чуть-чуть потрескало. Все в порядке. Как ложечку выдержим? Правой рукой. Правой. Это правой. Не так. Вот так. Вот так. Теперь аккуратно распределяем. Легонечко, не надавливай ложки. Очень аккуратно вот так размазываем. Нелегонечко, хватит. Нам надо же еще на два коржа. Понятно. Тихонечко, за счетку кладем. Думаю, достаточно. Не надо. Последнее место. Все, хватит. Надо в коржу начать. Не хватит. Чтобы хватило крема. Что нам не хватит? Еще не будет. Красиво. Все так, на уголочке, на боки. Вот так вот. Вот так. Вот так. Вот так красиво. Чтобы он был. Ровненький. Видите, он как он становится высокий. Поднимается за счет нашего воздушного, шикарного крема. Видишь, какой он. Мы намажем и потом. А, намажем. Вот так еще у меня это варенье осталось. Внизу дали. Тихонечко, придерживай. Набирай маленькую ложечку. Все, наверное. Маленькую ложечку не нужно. Можно обрезать. Мам, собери. Бережно, аккуратненько. Аккуратненько. Я тоже большую. Потому что коржи у нас получились очень хорошие. Ничто не разломалось. Просто хорошо сегодня у нас удачно все получилось. Торпучка. Хотя коржи хрупкие. Но используя маленький секрет для волновения смерти, это для искрепления. Тихонечко, Дамир. Все, достаточно. Достаточно. Давайте другой корж. Подожди, мне еще надо вот эту крашку. Мы дождались, пока наши коржи остынут. И только после этого мы начали приступать к смазыванию торта крема. К работе. К работе. Да. Работу мы намазываем. Потом коржи наверх. Вот такой красивый кремушек сделаем. Так. Ниля, пока давай. Я просто вот здесь вот. Сейчас, подожди, я туда буду сама делать. Все, последний, пятый корж. И посмотрите, какой высокий торт у нас получается. И как раз на него хватит. Такой. А где вторыми коржи? Где вторые коржи? Какие вторые? Мы все уже сложили торт. Наш торт из пяти коржей здесь стоит. Дверь из одной меточки, пожалуйста. Да. Конечно. Смотрите, вот наши пчелки погибли. Молоденькие пчелки. Хорошие. Посмотрите, все по камере пчелы наши. Дамир, у нас сегодня тема торта. Дамир, что ты делаешь? Смотрите, какая молоденькая челка. Смотрите, молоденькая там. Вот самая маточка тут где-то. Толстенькая. Папа! У нас на паузу нужно. У нас такой вкусненный торт получается. Нет, на паузу. Подожди. Очень вкусный торт. Вот такой вот вкуснейший торт. Такой вкуснейший крем. Вкусняшка. Такой вот у нас торт. Ну, пока что переходим к следующему этапу. Еще клюкву я, подожди, найду. Вот такой красивый торт. Вот такой у нас красивый торт. Мы намазываем. Мы намазываем. Намазываем. Такой вот красивый торт. Воздушный очень. Очень вкусный. Итак, дорогие друзья, вот что у нас получилось. Прекрасный, вот такой вот розовый, красивый, воздушный торт. А сейчас мы займемся его украшением. Для этого мы подготовили клюкву. Наши ягодки, из которых сделан наш торт. Давай, Нелечка, мы с тобой украсим. По краям клюкву положим. Так вот, оп, красиво, чтобы у нас было вот клюквенный красивый торт у нас будет. Вот. Вот такой вот у нас будет красивый торт. Я уже и думала. Убирай клюкву у них кругу покрупнее. Через равное расстояние вот так вот мы укладываем клюкву. Все быстренько, быстренько оформляем. И еще я хочу, знаешь как, здесь сердечко собрать. Вокруг и здесь сердечко. А если Нелли хочет, значит мы будем собираться. Сделаем здесь сердечко. Если бы много клюквы было, моя Беларусь. Моя или фернская. Или фернская. О, может быть 24, 24 секунды. Любители малой родины, всем привет. Как говоришь папу. Папу так любит, папу так любит. Теперь я хочу сердечко выложить. Сердечко. С Нелли уже сказала сердечко, значит. Так, давай, давай. Это сердечко. Посмотрим потом, что у нас получилось. Какое у нас сердечко. Какое у нас получилось, так здорово, красивое сердечко. Какая у нас вылаживает наши клюклочки. Так, не очень. Сейчас, Дмитрий, подожди. Дмитрий, подожди. А, ну, надо просто, чтобы она не подожди. Ну, что-нибудь близко. Ну, посмотрите, дорогие зрители. Сейчас я покажу, друзья, что у нас получилось. Красота. Торт сделан с любовью. Да. Очень любим, потому что торт. Дмитрий, подожди, попрощаемся. Сейчас. Иду нам. Ну, а теперь до завтра. Завтра уже будем пробовать торт на вкус. До новых встреч. Счастливо. Встретимся в следующем видео. Пока. Пока. Итак, доброе утро. Всем подписчикам. Мы начинаем. Доброе утро. Доброе утро. Пробовать наш испеченный вчерашний торт. Торт, да. Выглядит он, конечно, шикарно, прекрасно. Вот, прекрасно. Сейчас на вкус еще попробуем. Сейчас будем пробовать. На вкус. Режется он мягенько очень. Ну, если мягенько, он хорошо пропитал. Да? Да. В холодильнике стоял? Да, да. Понятно. Ну, что, первый кусочек манели, наверное? Да. Вот, какой красивый. Надо послойно показать нашу. Второй кусочек, да, Лилочек. Лилочек, не без клюпочки. О, чего, это же полезная ягода. Я люблю клюпу. Чего я не люблю? Клюпочку. Ну, я за тебя съем. Твою порцию тогда, хорошо? Я клюпку ловечку уберу. Хорошо. А ты ягодку возьми, кисленькую. Знаешь, как иммунитет получает. Мам, мам, вкусно? Мам, вкусный торт. Мам, вкусный, вкусный, вкусный. Сейчас покажем. Вот, как это выглядит. Вот, вот, вот. Супер, супер, супер. Мам, очень вкусный торт. Так, сейчас мы покажем, вот, тоже поднеси вот по-своему. Так, мне ложечку. Какой красивый торт. О, урочка. Какой вот красивый, красивый, вкусный тортик. Пап, ты что, маленький такой, маленький ложечка есть? Ну, конечно, да, маленький. Это же тортик, это же что? Это же суп? Вот только большая ложечка, суть, слушай. Шикарное утро у нас? Да. Торт? Сладкое. Торт очень сладкий. Мм, клюпочка. Торт сладкий? Ну, с кисленьким. Да. Когда клюквочку ешь, она разрывает салатку и кисленьким таким вот и вкусным. Угу. Как тебе, сынок? Нормальный. Сейчас я попробую. Только давай еще не пробую, я ел клюкву. Ну, вот, ты клюкву не ешь, а другое ешь. Попробуй, как без клюквы. Какой твой любимый торт, Торик? Вот этот. Мой любимый супер-катон. Супер-катон? Да. Какой вкусный. Ну, дайте, вкусный. Дайте, нам придется постараться, что там нарисовать. Супер-катон. Фредди-бак, сладок, стихи. Какой вкусный торт. Угу. Ребята, очень вкусный. Пользуйтесь нашим рецептом. Сработал наш рецепт. Очень вкусный. Угу. Сейчас лайки. Достояние нашей белорусской природы прорастает в наших болотах и собрано Юлийным дядей. А это паха собирала? Да. А я думал, это из... Это паха. Это как? А где они собирали клюкву? У меня, где-то. Я думал, это из Витебской области, из Рассо. Нам часто передают клюкву. А оказалось, что это... Папа, это тесть, оказывается, мой передал. Тесте привет. Не знал, не знал. Спасибо, Алексеевич. Торт? Горяк. Ммм. Просто балдельный. Ммм. Какое это такое? Телка. Три воздушные. Это даже клюкочка. Ну, а, птичненько. Что-то, видишь, ручки какие-то. Дамир сказал, торт загорел. Ты купались в кантону. Мы снимаем видео, Дамир. Да. Тихонечко, культурно. Получше, культурно. Положим шанс. Ммм. Руками не ковыряем. Чайком заперем. Вторую ручку всегда мы держим здесь вот уже. Вкусно, Тор. Две ручки мы вот так на столе. Больше. Нет, вторую ручку всегда на стол можно ложить. Смотри, все держат на ручке на столе. Так, ребята, ладно, не будем вас томить. Мы сейчас еще по кусочку отрежем с этого тортика. И еще будем дальше продолжать наслаждаться. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Лайки. 110 тысяч лайков. Если под этим видео наберет 30 тысяч лайков, то мы снимем вторую часть торта. Еще какой-нибудь торт будем делать. Супер готов к Дамиру. Дамир и супер готов. И, кстати, подписывайтесь на канал. На следующих входных мы будем делать с мамой пряники. Пока. Оставайтесь с нами. А еще мы планируем на следующих входных уже устанавливать елку. Все, всем пока.